Фиксики Команда Фиксики Сюда Гол 3-0 Звучит сирена Мы уходим на перерыв Как нечестно Их шестеро, а нас только двое Можете хоть Весь ваш класс позвать Я все равно выиграю Ты уверен? Ну, Дим Димыч Сам напросился Дети Фиксиков Как и человеческие дети Учатся в школах Но школы у Фиксиков Необычные В каждом классе не больше 10 учеников Вот в Симкином классе Их всего шесть И класс не сидит на одном месте Сегодня урок проходит в холодильнике Завтра в компьютере Послезавтра в пылесосе Так Фиксики знакомятся с разными приборами И учатся ухаживать за ними А главное, Фиксики учатся работать в команде И помогать друг другу Сильным и слабым, старшим и младшим Это очень важно для Фиксиков Ведь машины и приборы Такие большие А Фиксики такие маленькие Без взаимовыручки им не обойтись Второй период Команда нашего класса Начинает в полном составе Ого! На льду Мотор нашего класса Фаер! Мозг нашего класса Игрек! А какой у нас все? Душа нашего класса Шпуля! А можно я на воротах, а? Лицо нашего класса Верта И лицо, и фигура тоже Сдаешься, Дим Димыч? Сами сдавайтесь! Молик! 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 Я рассчитываю ут... Молик! 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 Не спи! Будете на меня кричать, вообще играть не стану Молик! Ну и команда у вас! Молик! 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 Шесть ноль! Это разгром! Перерыв! Нас ждет третий период Чего-то нам не хватает Я знаю чего Уверенности? Расчета? Красоты? Скорости? Нам не хватает команды! Симка права! Нужно помогать друг другу! Тогда вот что! Ясно! Атака скрежет разворот Замена на ходу И Шайба в поисках ворот Безумствует на льду Один за всех вперед! Ура! Давай покажем вас! Хоккей-командная игра Хоккей-игра 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 Наша игра! Наша игра! А наша игра какая? Такая наша игра! Наша игра! Наша игра! Ну что, Дим Димыч, наша взяла? И как это я так проиграл? Потому что ты один, а мы команда Ты-ты-ты! Легко! Круто! Жалко, Симку не видела А давайте снимем для Симки кино Профайера У меня и фикситап есть камера Почему же только для Симки? Для всех снимем! Отлично! Я буду бросать мяч, Налик будет снимать А мы? А вы будете красивой группой поддержки Я согласна! И я! Кино появилось больше ста лет назад Когда изобрели кинопленку Кинопленка состоит из цепочки маленьких фотографий Кадров Если кадры быстро просматривать один за другим То изображение начинает двигаться Говорят, первые зрители сильно испугались Увидев на экране идущие поезды Сначала кино было немым Потом научились делать фильмы со звуком А когда изобрели цветную кинопленку Кино стало разноцветным Сейчас кино снимают не на пленку А на цифровые камеры Почти во всех телефонах и планшетах Есть такая камера Теперь каждый может снять собственное кино И поделиться им с друзьями А где мяч? А где мяч? Мяч был виден Понял? Поехали! Поехали! Поехали лучше всех! Ну как? Получилось! Поехали лучше всех! Поехали лучше всех! Может, я буду кидать, а Фаер снимать? Нет, Нолик, пусть лучше Фаер кидает, а ты снимай Фаер тоже не попадает Попробуй попади, когда все мешают Это мы-то мешаем? Играть надо уметь Опять ссоритесь? Кино снимаем Ого, покажете? Да нечего показывать, одни обрывки А целиком нет Ха, это не беда Можно же сделать монтаж Что сделать? Фильмы обычно снимают не целиком, а по частям Причем каждую часть снимают несколько раз из разных точек Получаются варианты Потом берут самые удачные кадры из разных вариантов И соединяют их друг с другом Это и называется монтаж Монтаж позволяет показать кино то, что не удается снять за один раз Смотрите, берем начало из этого дубля Летящий мяч из этого А мяч в корзине отсюда И меня со штулей не забудь А как же Вот что вышло Паял лучше всех! Фильм супер! А можно мне попробовать? Пожалуйста Теперь будет, что профессору показать И Игрику Хе-хе, и папу с усмасей Вот, я тоже фильм смонтировал Не может быть! Вранье! Не вранье, а монтаж! Нет, вранье! Файер свой бросок и без монтажа сто раз сделает! А ты? Ладно, не ссорьтесь! Хотите, я вас всех так бросать научу? Хаким! Тогда пошли! Йоха! Сегодня я вас точно обыграю Ты забыл? Ты один, а мы команда! Посмотрим Ха! Один ноль! Привет! Привет! А что ты тут делаешь? Катя ко мне пришла за рецептом Сейчас я закончу с уборкой и приду Ничего, я подожду Мы пока поиграем Хм, только не в хоккей Не понимаю, что в нем мальчишки находят? Я, признаться, тоже О, фиксики! Привет! Привет! Хоть ты в хоккее не смыслишь Ну, извини, мы доиграем А потом с папой пойдем на стадион Настоящий хоккей смотреть Сомневаюсь, что там интереснее Зря Окей Игра жутко интересная Но непростая Спортсмену нужно столько всего уметь Шустро бедать на коньках В неудобной форме Безко тормозить Подрачиваться от противника Владеть кружкой Отбивать ворота шайбу И без науки здесь не обойтись Как, например, посчитать силу удара Или замедлить скольжение О, все это игроки осваивают на тренировках Надел форму с защитой и вперед А еще Хоккеист должен быть смелым и ловким Вдруг не успеешь затормозить И врежешься в борт Или шайба по голове попадет Ой! Но не даром говорят Трус не играет в хоккей Бибись! Вау! Ну, давай! Катя! За тебя я промазал! Извини Бей в борт! Ты опять? Я тебе помогаю Между прочим Не любишь хоккей? Нечего и подсказывать Хм, пожалуйста Второй гол с этой точки Случайность! Ага, как же! Этого игрока не нужно вперед уводить Тут нужно бить от борта Тут вот этого надо на ворота поставить Как говорила, не понимает в хоккее Ну, мы играем или нет? Кому-то в кайф июльский зной Кому-то майский мед А нас и летом и весной Когда для матча лед залит он лучший аргумент Народ валит, страна бурлит, трепещет континент Хоккей Хоккей Наша игра Хоккей Наша игра Хоккей Наша игра Хоккей Хоккей Наша игра Хоккей Эх, если бы не Катя А решающий гол мой Дим-Димы Пошли поиграть Мы же команда У Дим-Димыча теперь тоже команда Причем сильная Не, просто новичкам всегда везет Тренажер Нолик? Мне нет, и ты меня не видел Почему? А скоро соревнования по бегу Мальчики против девочек Команда на команду И что? А то, что я самый маленький в команде И всех подведу Я тут тихонечко посижу, они меня не найдут Нельзя сдаваться, можно же научиться бегать быстрее Ты умаешь? Конечно Тебе нужен тренажер Нужна беговая дорожка Ура! А где мы ее возьмем? Сделаем Тренажеры придумали, чтобы можно было заниматься спортом, не выходя из дома Например, беговая дорожка позволяет долго-долго бежать или идти, оставаясь на месте Главная ее часть – закольцованная лента, которую вращает электромотор Умная беговая дорожка умеет еще менять скорость, измерять расстояние, которое вы пробежали И даже следить за состоянием вашего здоровья Готово! Криш! Начинаем тренировку! Как я научусь быстро бегать, если ты медленно крутишь? Эй, я так быстро! Все, все, я понял как надо Пошло дело Дим Димыч, может я уже тренировался? Нет, надо еще Больше не могу, отдыхаем Нет уж, крути давай Спортивные тренажеры бывают самыми разными На таком ходят, как на лыжах Он и руки и ноги тренирует А на таком можно грести, как на лодке На велосипедном тренажере Крути себе педали в любую погоду И в дождь, и в снег А еще есть силовые тренажеры Они помогают накачивать сильные мышцы И делают фигуру стройной Впрочем, для занятий спортом Подойдут не только громоздкие тренажеры Но и самые простые предметы Для которых найдется место в каждом доме Турник, чтобы подтягиваться Лесенка или канат, чтобы лазать Ну и конечно скакалки, гантели, обручи, мечи Главное не лениться Ну, девчонки, держитесь Ой, как страшно Посмотрим, кто кого Да, Шпуля? Я постараюсь Шпуля Нолика точно обгонит Нам бы поднажать Начинаем эстафету Команды готовы? Готовы! На старт, внимание, марш! Гарри, не оцениваем Гadesу! Команды готовы! Гладь Синька Давай, Игорь! 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 Игорь, Игорь, что ты Синке уступил? Ну, просто у Синке скорость бега выше. Эх, теперь девчонки выиграют. Но Олег Шпулю никогда не догонит. Он, по-моему, догонит. Ого! Жми, Нолик! Нолик, давай! Давай! Ура! Мы побеждаем! Не зря он в тренажере тренировался. Пуля в бутылке! Нолик, ты куда? Финиш там! Ого! Ого! Ой! Ой! Спасибо, Нолик! Ты мой герой! Нолик! 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 Ура! Ура! И кто выиграл? Мы! Ничья Дим Димыч, так нечестно Почему честно? И благородно Ладно, но в следующий раз Нолик еще вам покажет Всех прошу на пьедестал почета Ну вот, все первые места заняты Для тебя найдем Провода Тишина, начинаем урок Тишина О, ну и жара Сегодня я расскажу вам Ой, что это? Землетрясение Ура, землетрясение Извините, профессор Я ищу розетку, чтобы включить вентилятор Фух, сегодня такая жара Конечно, коллега, ищите Продолжим Итак, сегодня мы... Нет, это невозможно Во всей лаборатории ни одной свободной розетки Полюбуйтесь А вы просто выдернете шнур и розетка освободится Нельзя А вдруг я отключу какой-нибудь важный прибор Сам Вольт ногу сломит в этих проводах Не отчаивайтесь, Гений Евгеньевич Мы найдем свободную розетку Верно, коллега Вы пока попейте чайку, успокойтесь Спасибо, коллега Прям много вам благодарен Фиксики устраивают школы для своих детей в разных местах На фабриках, в магазинах, на складах Везде, где много машин и приборов Им можно спрятаться от людей Нашей школе повезло Она расположилась в лаборатории профессора Чудакова Это отличное место для уроков Ведь сюда каждый день приносят на экспертизу Всякие механизмы, материалы, игрушки и даже еду Здесь много разных научных приборов и инструментов А самое главное Здесь мы можем не прятаться от хозяина Потому что Гений Евгений Чудаков Мой старинный друг Он любит фиксиков Помогает им И никому о них не рассказывает Чего начнем? Для начала распутаем провода Ну, это мы мигом Сюда И отсюда Полик, помоги Снова ли Давай, 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 давай Еще раз Стойте Эх, вы меня задушите Надо кинуть этот провод Остановитесь Спасибо, Игрек Ты дышь Так, по моей схеме, чтобы распутать узел Нужно ослабить эту петлю А потом протолкнуть в нее вон тот провод Вот, вот, теперь с того конца Вытягивайте серый Нет Еще здесь потяните Но дружнее Смотрите Этот шнур Ни к чему не подключен Значит, он не нужен И его можно просто Выдернуть из розетки Тут еще один провод лишний А я еще нашла ненужный провод Ну, то есть Мы с Синкой нашли Ну, Олик Ты чего грустишь? Все вперед меня успевают А ты этот провод проверял? Этот? Ух ты! Ну, Олик Ты что там, клад нашел? Ага Целых шесть свободных розеток Ну, теперь Гений Евгеньевич Может подключить и вентилятор И чайник И паяльник Чтобы подключить прибор К электрической сети Нужна пара проводов из металла Только эти провода Не должны прикасаться Друг к другу Иначе Топ-то жжет их Поэтому провода изолируют То есть покрывают пластиком Который не пропускает электричество Будьте внимательны Не прикасайтесь К оголенным проводам Если изоляции нет Или она нарушена Вас могут больно ударить током Ой, спасибо, друзья Премного вам благодарен Ой, извините Я не хотел Я, а ну, тут Пойду к себе А да, коллега Сидите А мы продолжим О чем был наш урок? О проводах И урок уже прошел Берегина Копия Лизонька А, нет, не надо нашел А, нет, не нашел Лиза Лизонька Иду 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 День Объявление Лизонька Его копирует Чтобы потом Везде Расклеить Копир Это прибор Который делает Копии картинок И документов Изображение Которое нужно Скопировать Кладут на стекло Под крышку Копир освещает Его яркой лампой И считывает Потом Это изображение Наносится на бумагу С помощью специальной краски И крутящегося барабана Таким способом Копир может делать Одинаковые копии Долго-долго Пока не кончится Краска Или бумага Что случилось Гений Евгеньевич? О-о-о Ой Я свой портфель Не могу найти Ох Какой же вы рассеянный Сначала зонтик Теперь портфель О, это мне Но я же не нарочно Что ж Найдем ваш портфель Сейчас я про него Объявление сделаю Вспомнил Где забыли Портфель? Да нет Но я утром Кофе забыл выпить А-а И кофе Найдем Темнотища какая Тихо Лизонька идет Прячемся Где тут у меня Про портфель? Это о пропаже Ключей Это объявление Про телефон Это если сам профессор Потеряется Вот Потерялся портфель Отлично Кажется ушла А где Нолик? Вот же он Только напечатанный Он застрял в копире Надо его спасать Спасать? Да это всех нас надо спасать Если Лизонька расклеит эти объявления Весь город узнает про фиксиков Что же делать? О Давайте замажем Этого Нолика Сымка смотри Тут еще один Нолик А А он еще Не у всех есть возможность полюбоваться картинами великих художников Но благодаря копиям эти картины известны во всех уголках мира Молодые художники и скульпторы учатся своему делу копируя великие произведения прошлого А еще копии нужны на всякий пожарный случай Вдруг оригинал какого-нибудь важного документа погибнет Тогда хоть копия останется Копии часто очень полезны Но бывают и нехорошие копии Подделки Это когда скопированные картины или даже фальшивые деньги Выдаются настоящие Такое копирование недопустимо За такие копии можно и в тюрьму попасть Симка, вы где? Мы тут Там так ярко Я чуть не ослеп А мы тут твои копии замазывали, замазывали Чтобы люди о фиксиках не узнали Жаль, меня не было Я бы вам помог Профессор, я ушла Так вот же они Лизонька Лизонька, Лизонька Она ушла, объявление клей А я сам все нашел И портфель и зонтик Надо ей позвонить А где мой телефон? Неужели потерял? Не волнуйтесь, профессор У Лизоньки и про телефон объявление найдется Теперь главное, чтобы она сама не потерялась Машина времени Ух ты Что за аппарат такой? Может будильник? Это машина времени Таких машин не бывает Вот А жаль Это выучила И это я молодец Куда это я влетела? Куда-куда? В машину времени Разве такие бывают? Конечно Сделай вперед в будущее Ну или в прошлое Прелесть Многие хотели бы отправиться на машине времени с прошлого Например, чтобы исправить двойку Или на минутку заглянуть в будущее Там столько всего интересного Но это невозможно И хорошо Вы только представьте, как все смешалось бы Один тащит из прошлого динозавра Другой инопланетян из будущего Никто ничего не изобретает Техника стоит без дела А фиксики без работы Жуть Так ничего и не скажешь? Я учила Вспомнить не могу Плохо А завтра будет сложный тест Готовьтесь Тест я точно не сдам Сдашь, сдашь Ты же все учила И что? Тебе просто надо перестать волноваться Не могу Бедняжка Как же ей помочь? Я знаю как Шпуля же утром поверила Что там машина времени Это же антинаучный обман Все просто Мы отправим тебя в завтрашний день Напишешь спокойно тест И назад Все будет хорошо Это как репетиция Главное, не волнуйся А как я вернусь? Дернешь за этот проводок и вернешься Ну, вперед! Я в завтра Привет! Готово? Ага Геду заболел Поэтому тест проведу я Ой, боюсь Это просто репетиция Итак Лучше всех Тест написала Шпуля Ой, молодец! И совсем не страшно Молодец! Кстати, а что с профессором? Эм, дедушу На голову Ты же ее вчера и уронила Я? Ну да Такое будущее мне не нравится Ну, как там? Потом А кто такие фиксики Большой-большой секрет Не снимайте до завтра Что это? Вернись! Нет! Я могу вас покалечить! Меня? За что? Как хорошо слетать в будущее И узнать, кем ты знаешь Правда, это возможно только в мечтах Но если правильно мечтать И не бояться трудностей Будущее станет именно таким Как ты его себе представляешь Хочешь стать чемпионом? Начинай тренироваться прямо сейчас Мечтаешь быть лучшим в мире программистом? Для начала исправь тройку по математике Мечтаешь переплыть все моря и океаны? Читай больше книг Ведь капитану надо столько всего знать Создавай свое будущее прямо сейчас А мы, фиксики, тебе в этом поможем Ведь то, что без нас сломалось бы через полгода Работает еще много лет Привет! Готова? Ага! Пока все точь-в-точь Шпуля, забери это Помогло И раздай задание Ну-с, начнем А задания другие Лучше всех тест написала Шпуля Что это я? Я же знаю! Все будет хорошо! Тридыщ! Ну что же Все с тестом справились Только никто не смог определить Что это за аппарат А разве это не машина времени? Нет, это автомат для полива цветов Смотри Здорово, да? Удивительно Так вы что, меня обманули? Зато ты сдала тест Ну, ладно Я вас прощаю Пирамида Сказал, что там есть еще лабиринт И мумия фанфарона Фараона Египетские пирамиды Удивительные древние сооружения Самая большая из них Пирамида Хеопса Ей больше четырех тысяч лет А высотой она больше ста метров Как дом в сорок этажей Как в те годы можно было соорудить Такую громадину Загадка Подъемных кранов тогда не было Некоторые даже думают Что пирамиды построили инопланетяне И я же подозреваю Что тут не обошлось без пиксиков У тебя лабиринт есть? Конечно Покажи Ты что? Я ее только что собрал Хочешь, чтобы мне приз не достался? А это что такое? Да куда? Я только лабиринт посмотрю И мумию Какую мумию? Так Куда идти? Заблудишься Не впервой Что если сюда? Теперь сюда Выходи Тут я уже был И тут тоже Ой 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 Кажется я заблудился Что? Привет Ты нолика не видел? Да Пошел мумию искать И потерялся Мумию? Настоящую? Класс Стой Лолик Ау Ты тут? Нет О где? Тут Кто так лабиринты строит? Эй Вас никто не просил туда лезть С кем ты разговариваешь? Игорь Эти двое в пирамиде А мне в школу пора Лолик Погет А я никогда не теряюсь в лабиринте Потому что знаю правила Надо всегда держаться рукой за стену Сейчас их найду Вы где? Здесь И за какую стену я держался? Нашлись? Нет Окончательно потерялись Дим Димыч Тебе в школу не пора? Пора А, но у меня полная пирамида фиксиков Ха, как в муравейнике Угу Один пошел искать мумию Второй пошел искать первого А третий их всех Вы заблудились! А я в школу опаздываю Слушай, ты их вытрясти не пробовал? Идея! Да я пошутила Нитка есть? Вот так не пропадешь Отправляясь в путь Подумай Как не забудиться и найти дорогу назад Не надейся только на карты и навигатор в телефоне Возьми с собой компас Он и без сотовой связи покажет стороны света Найти север и юг Можно по солнцу, звездам Или даже по муравейнику в лесу Взгляни внимательно Его более пологая сторона Смотрит на юг А крутая на север А если оказался в лабиринте Тоже не теряйся Иди всегда, касаясь одной рукой стены Рано или поздно выйдешь снаружи Еще можно привязать у входа в лабиринт веревку И идти по коридорам, разматывая ее по дороге По ней всегда выйдешь обратно Первый пошел Второй А Нолик? Мумия? Живая? Это я! А твое я не нашел Ее там и не было Как? Я что, зря заблудился? Ты так спешил, что не стал меня слушать Но как ты выиграешь без мумии? О, а может ты ей побудешь? Нет уж Ну, приз получил? Ага, за пирамиду И специальный приз За то, что лучше всех знаю Как пройти лабиринт Опять? Это же снова пирожен Так и отлично Я их обожаю Жалко, что фиксики не едят Угу И мумии Батарейки Ты мой лимончик Выразишь большой И красивый С горшком разговаривает Ой, мальчики Вам нравится? Что? Росточек Из него вырастет огромное дерево И на нем Среди зеленых листьев Появятся Желтые лимоны Класс! Из этого лимоны Ну да Он еще вырастет Вот только наберется энергии Откуда наберется? От солнца Ерунда О, батарейки лучше солнца Батарейки? Я не думаю А зря Знаешь, сколько в них энергии? Закопаем в горшок побольше батареек И твой лимон как начнет расти А так можно? Конечно А где взять батарейки? Да вон У Дени Евгеньевича Тут целая коробка Батарейки 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 Нам их надо На огромное количество Батарейки Батарейки Чтобы было у приборов электричество Батарейки 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 Порядок Через неделю уже лимоны пойдут Первую батарейку сделали в Италии Больше двухсот лет назад В соленую воду поместили два разных металла И от одного к другому по проводу Потек электрический ток Столько лет прошло А принцип работы батарейки не изменился Сейчас батарейки и аккумуляторы можно встретить повсюду Совсем маленькие в наручных часах А от больших работают автомобили и даже корабли Новые батарейки и аккумуляторы производятся миллионами Но куда девать старые Просто выбрасывать нельзя Ведь они отравляют землю и воду Лучше сдавать их в специальные пункты приема Откуда их отвезут на завод и переработают Да, да, старые батарейки, попавшие в землю Могут погубить все растения на ней Именно поэтому профессор Чудаков собирает в этот ящик старые батарейки А потом сдает их А где они? Мой росточек! Что с ним будет? Что? Где батарейки? Они... Они в горшке Зачем? Чтобы лимончик рос быстрее От батареек? Да кто ж такое придумал? Он погибнет, если мы его не спасем Земля отравлена Росток нужно срочно пересадить Куда? Туда! Там горшок с чистой землей За дело! Уок» Батарейки, батарейки По размеру и по форме очень разные Батарейки, батарейки И зеленые и синее и красные Батарики... Не плачь, Куля, выживет твое деревце, станет большим-большим, и вырастут на нем лимоны и апельсины и арбузы. Но арбузы вряд ли. Этот эфир перегнул, как и с батарейками. Все равно батарейки – это круто! На них все приборы работают! Вот именно! Приборы! Смотрите! Росток оживает! Оживает! Шпуля, скажи, ведь прелесть? Прелесть! Огнетушитель! Хм... Итак, что в доме опаснее всего? Собака? Это для физиков. А что самое страшное и для людей тоже? Пожар! Где? Это я на ваш вопрос ответил. Шутка дурацкая, но ответ правильный. Нет ничего страшнее пожара в доме. А мы не химики, не физики. Но, к сожалению, в этом нет. Мысль интересная. Надо проверить. В ваших помокаторах есть огнетушители. А как их включать? Я покажу в конце урока. Нолик, крикни «пожар!» Зачем? Хочу посмотреть, как дедус огнетушитель включит. Не, фаер, не буду. Эх, пожар! Ах, 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 ты опять? Я пошутил! Глупо пошутил. Поэтому вон из класса. И вообще, за это надо бы твоих родителей в школу вызвать. С пожаром не шутят. С огнем шутки похи. Нельзя играть со спичками или зажигалками. Об этом, надеюсь, знают все. Но в доме есть еще немало пожароопасных вещей. Например, печки и кабины. Или электрические приборы. Плитки, обогреватели, утюги. Если обращаться с ними небрежно, они могут стать причиной пожара. Особенно осторожным нужно быть с бенгальскими огнями и свечками. В Новый год огонь от них может перекинуться на то, что легко воспламеняется. На бумагу, дерево или ткань. Ну, а если вдруг начался пожар, то надо сразу же что? Правильно, вызывать пожарных по телефону 01 или 112. О, а это что? Шутка? Ой, нет, горит. И правда горит. Пожар! Ну, что же делать? Ах да! Нужен огнетушитель! Где же он? Вот так помогатор превращается в огнетушитель. Всем понятно? Понятно. Пожар! Там пожар! Фаер, это уже не смешно. Честное слово. Он там, смотрите. Вот шутник. Он еще и дыму напустил. Это не я. Там правда пожар. Ага. Так мы тебе и поверили. Я не вру. Честно-причестно. А по-моему, он не шутит. Тут настоящий пожар. Шуля, симка. Ах, выключите паяльник. Ага. Есть! Осторожней! Держитесь подальше от огня! А мне что делать? Огнетушитель доставать! Эх! Раньше пожары тушили просто водой или песком. А в наше время часто используют огнетушители. Такие баллоны с трубкой. Их обычно красят в красный цвет, чтобы были заметнее. В огнетушитель заряжается специальный порошок или пена. Если что-то горит, нужно направить на огонь трубку огнетушителя и нажать на рычаг. Порошок или пена вырвется наружу и потушит пожар. Наши огнетушители слишком маленькие. Нужно звать на помощь Чудакова. Я уже позвал! Так, где пожар? Ого! Ура! Потушили! Ну, спасибо вам, друзья-человек. Вы спасли мою лабораторию! Не за что, коллега! Если бы не вы, неизвестно, как бы все закончилось. А вот мне интересно, как это началось? Фаер! При чем тут я? При том, кто кричал пожар, пожар, может, ты его и устроил? Если так, то без родителей в школу не приходи. Коллега, коллега, коллега! Это я виноват. Я оставил включенный паяльник. Извините. Вот у кого родителей надо в школу вызывать? А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! ПОЗИВАЯ! ПОЗИВАЯ!